Дмитрий Пилипчук, своего двухколесного друга, знает до последнего винтика. За рулем мотоцикла вот уже 8 лет и почти каждый день в сезон выбирается на нем в город. Ситуацию на дорогах знают лучше, чем кто-либо. Опасности, говорит мужчина мотоциклистов, поджидают фактически за каждым поворотом. И это не метафора. Если говорить о вождении, одну из ведущих ролей здесь играет опыт. Надо начинать с маленьких мотоциклов и заканчивать с большими, такой, как у меня, мощными мотоциклами. Но к ним надо приходить. Люди разные, девушки, парни, они серьезные, они ответственные, более, скажем так. И у них есть дух. У каждого, причем, свой индивидуальный дух. Человек, как мотоцикл. То есть, получается, разные классификации мотоцикла. И каждый подбирает из себя мотоцикл. Правил в управлении двухколесным транспортом придерживаются далеко не все. Если в дело вступает и самоуверенность, шансы на аварию возрастают вдвое. Неосторожный маневр, невнимательность, превышение скорости буквально на 20-30 км в час. Для некоторых и не нарушение вовсе. А вот для других это может стоить водительских прав, телесных повреждений или даже жизни. На днях Гродно вынесли административное постановление мотоциклисту, в вине которого в марте произошла авария в Гоже. После выполнения маневра обгона мотоциклист возвращался в свою полосу для движения. Однако допустил попутное столкновение с мотоциклом такой же марки. После чего опрокинулся и допустил столкновение с большегрузом «ДАВ», который двигался по полосе встречного движения. После чего мотоциклисты с травмами бедра и левого локтевого сустава доставили в учреждение здравоохранения. За создание аварийной ситуации 30-летнему мотоциклисту грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права на управление транспортным средством. И это один из самых лояльных исходов. Только за этот год в регионе произошло 12 учетных ДТП с мотоциклистами, в которых 16 человек пострадали. Семи случаев виновниками аварии становились именно водители двухколесного транспорта. Чаще всего причинами дорожно-транспортных происшествий являются то, что водители механических транспортных средств автомобилей не пропускают мотоциклистов, двигающихся прямо при повороте налево. Такие ДТП мы наблюдали и в населенных пунктах, и в областном центре такие автоаварии, и мотоаварии были. Это первое. Второе – это не справился с управлением мотоциклист, такая формулировка. И третье – это водитель обычного автомобиля не уступает дорогу при выезде со второсипенной. При этом виновниками аварии чаще всего становятся не опытные мотоциклисты, а так называемые случайные. Те самые смельчаки, что нередко под действием алкоголя, как позже установит экспертиза, решают проверить свои силы и садятся за руль. Скорость – главный участник дорожного движения. Именно она определяет безопасность мотоцикла в черте города, как и любому другому транспорту разрешено разгоняться до 60 км в час, не больше. Но вот владельцам двухколесного друга нужно помнить еще одно очень важное правило. Они должны постоянно следить за дорожной обстановкой. Больше, чем даже водители машины или пешеходы. И уметь быстро среагировать на сложившуюся ситуацию. Сотрудники дорожной службы в Гродно провели рейд по соблюдению мотоциклистами скоростного режима. В центре города проверили 40 мотоциклистов. К ответственности привлекли 8 водителей. Каждому напоминали – удачно выбранная скорость и соблюдение простых правил ПДД – залог безопасной езды. Ведь от водителя зависит не только собственная жизнь. Анна Соловей, Алексей Сокута. Новости Гродно+.